всем привет сегодня вам покажу рецепт свекольника который по вкусу больше нравится мне заметьте не вам а мне процессе приготовления я буду рассказывать о других вариантах его приготовления возможно какой-то из них придется больше вам по душе чем тот который приготовлю я начнем процессе приготовления буду называть какие-то граммовки но чтобы рецепт был более точным все-таки ориентируйтесь на ту рецептуру которую я укажу под видео для начала я скипятил воду сделата в чайнике что было быстрее и отправляю в кастрюлю а далее на плиту натираю свеклу я взял две штучки очистил кусочек ботвы я оставил чтобы удобнее было держать свеклу я сразу добавляю сок от половинки лимона если у вас нет лимона вы можете добавить лимонную кислоту либо уксус на ваше усмотрение пяти процентный девяти процентный здесь уже ориентируйтесь на свой вкус я бы взял максимально одну столовую ложку девяти процентного уксуса и максимально полторы столовых ложки пяти процентного уксуса для чего я добавил сок лимона именно сейчас чтобы максимально сохранить цвет свеклы сюда сразу же я отправляю и одну столовую ложку сахара тщательно перемешиваю вода у меня кипит отправляю свеклу сразу в воду добавляю пол столовой ложки соли дам покипеть буквально максимум две минутки на вопросы такие как что кислота мешает вариться овощам я вам скажу так кислота в данном случае помогает сохранить свет и на приготовление свеклы не имеет никакого значения это у нас не картофель да еще такой суп не рекомендуется давать маленьким детям потому что свекла содержит большое количество азота имейте это ввиду и теперь вот эту закипевшую свеклу частично я воду солью остатки отправлю обратно в эту часть я буду добавлять позже сделай это для того просто чтобы сохранить цвет чем дольше свекла варится тем цвет теряется вот и все то есть это не какие-то там манипуляции так и должно быть ну и теперь варю свеклу до полной готовности сколько это займет по времени скажу вам как приготовиться это может занять максимум 20 минут кто-то отваривать свеклу целиком но опять же скажу что если отваривать ее целиком процесс варки свеклы будет очень длительный то есть вот этот ваш бульон уже как такого он будет просто-напросто убит можно конечно сделать более легкий вариант взять кефир взять приготовленную уже свеклу купить есть в магазинах сколько хочешь натереть добавить и готова хотите делать и моя свекла готова ей понадобилось 20 минут готовую свеклу отправляю в тот бульон который я уже убирал в сторону вот обратите внимание буквально 20 минут и как уже свекла потеряла свой цвет ну и теперь всю эту красоту нужно остудить я немного ускорю процесс чашку налил холодной воды точнее в кастрюлю в холодильнике нашел немного льда и отправляю в холодную воду и сразу и сюда добавлю хрена хрен кстати добавлять не обязательно это на ваше усмотрение как я уже говорил я вам показываю рецепт моего вкуса убираю в сторону чтобы продолжить дальнейшую работу как только суп немного подосценит я его отправлю в холодильник без кастрюли само собой разумеется а я тем временем сварю перепелиные яйца если ваши перепелки перестали нестись то возьмите обыкновенные куриные яйца ну расчет одно яйцо на человека и да маленький вам лайфхак а несмотря на то что перепелиные яйца маленькие называйте их пожалуйста не яичками а все-таки яйцами яички это у мужчин но это так чтобы вы просто знали что были в теме отправляю на плиту и жду чтобы вода у меня закипела вода кипит перепелиные яйца я достал из холодильника для удобства их поместил в сито но чтобы они мне при погружении не разбились и варю буквально три минутки выглядеть у меня они будут после трех минут вот так если вы любите всмятку то двух минут будет достаточно да и вода должны кипеть интенсивно яйца готовы отправляю их сразу в холодную воду мой супчик настоялся и теперь можно сделать подачу разотру зелень с добавлением морской соли этого делать не обязательно хотите растирайте хотите не растирайте я взял укроп и немного петрушки кто-то любит кто-то не любит на ваше усмотрение если желаете чеснок можете немного добавить вот буквально чуть-чуть хуже суп не сделает какие ингредиенты можно добавлять еще допустим у меня в супе будет присутствовать огурец и редиска вы можете добавить колбасу мясо если хотите можете добавить картофель по желанию картофель если у вас есть литовская бабушка которая вам показывала и учила есть этот суп именно прикуску с горячим картофелем можете сделать так вас никто за руки не держит ни к чему не принуждает давайте я сделаю подачу с понтами вдруг кто-то решит так сделать значит я сделал следующее слоями уложил свеклу тертый огурец и тертую редиску я эти вещи люблю чтобы они были протерты они просто лучше раскрываются вы можете резать кубиком если у вас есть такое желание это дело сугубо индивидуальное здесь единственно если вы будете делать так как я вам покажу то свеклу вниз а уже последующие элементы не имеет значения или редис первым пойдет или или огурец значение не имеет здесь нужно будет немного поработать как в цирке в данном случае свеклы вниз тарелку стараемся уместить по центру переворот сразу добавляю зелень и аккуратненько выдавливаю начинку ну вот примерно вот так она выглядит боюсь чтобы она мне не разлетелась если я вам наклоню буду показывать далее перепелиные яйца я считаю что для такой небольшой порции 3 перепелиных яиц будет достаточно но если куриный то я считаю на человека как я уже говорил одно куриное яйцо да и в моей семье не очень уважают лук поэтому лук я зеленый добавлять не буду ну а далее все заливаем супчиком здесь просто бульон без ничего я его уже скорректировал я немного уже подсолил хрен придал прекрасную пикантную нотку прям такую легенькую очень приятную цвет как вы видите сохранился да что еще могу сказать по цвету если мало ли у вас что-то не особо пойдет то помощь вам может быть свекольный сок его можно купить в этом случае тогда конечно вообще не стоит заморачиваться или не нужно заморачиваться можно купить готовую вареную свеклу довести этот купленный сок до кондиции то есть добавить соли сахару кислоты по вашему вкусу натереть свеклу и все готово я бы допустим не стал готовить свеклу в духовке на три-четыре порции просто смысла нет при не смысл есть это будет конечно вкусно однозначно запеченная свекла для меня будет это самый вкусный вариант но гонять духовку из-за трех свеколок час а то и может быть больше не вижу смысла ну и далее аккуратно заливаем бульон еще остается один маленький момент это сметана я добавлю йогурт я скажу вам почему я добавлю йогурт потому что йогурт он менее жирный и в холодной среде он будет лучше растворяться а сметана если брать сметану то я бы брал жирность как можно ниже тут уже вы сами себе хозяин как хотите так и делайте это была подача с понтами и и я дам супруги так но теперь сделаем подачу как мы обычно это делаем дома без всякого выпендрежа зелень натертый редис здесь как я вам уже говорил вы можете делать на ваше усмотрение добавляйте ту начинку которая вам ближе к телу рассчитать ингредиенты будет очень просто я вам укажу в рецептуре по весу сколько у меня твердой массы находится супе из этого будете исходить то есть если у меня допустим огурца 120 грамм уберите 60 грамм и вместо этих 60 дополните чем-то другим либо колбасой либо картофелем как вариант да можно кстати добавить и морковку оранжевая может быть будет смотреться не так красиво и симпатично в этом супе а вот лиловую вполне почему бы нет да кстати этот рецепт я именно знаю его с морковкой я свое время ел его дай бог памяти в девяносто восьмом году когда я приезжал к своему другу с которым вместе учился тогда еще в санкт-петербурге приезжал к нему в гости и вот его мама тетя ася как раз и угощала меня таким супчиком мне он очень понравился и запал в душу и вот буквально на днях я связался с моим другом и попросил его чтобы он связался с мамой и она мне дала рецепт что она и сделала морковь конечно я в этом случае не добавлял и у нее в рецепте был уксус уксус я заменил хрен добавил тоже такое легкое изменение рецепта я думаю ему не повредит он станет от того только лучше так ну а чё мы разглагольцуем пора приступать к приему пищи да еще маленький момент вы видите какой суп у меня густой я люблю именно такой то есть если вы пожелаете чтобы ваш суп был немного пожиже то добавьте больше воды чем стоит у меня в рецепте перепелиные яйца хотите режьте хотите оставлять целыми это на ваше усмотрение конечно в разрезе это будет намного эффектнее смотреться и немного йогурта все свекольник или холодник называть его как хотите у меня готов желаю вам приятного аппетита и до новых видео